И вот мы сейчас соединяемся с замечательным военным экспертом Юрием Федоровым. Юрий, здравствуйте. Я так понимаю, что контура в мира не видно ни с какой стороны. Добрый вечер. Ну, да, перспективы, в общем, как-то довольно сомнительно выглядят. А почему они выглядят сомнительно? Из-за бомбардировок России? Или из-за того, что Украина чего-то не хочет, что действительно, когда послушаешь Зеленского, он ставит условия мира, ну, такие, знаете, которые называются капитуляцией? Нет, ну, капитуляция... Видите, капитуляция России – это довольно сложный вопрос. Что значит капитуляция России? Россия должна, по мнению Зеленского, причем условия, которые он выставляет в последнее время, смягчаются. Но Россия должна уйти, это главный момент, вот ключевой принципиальный момент, Россия должна уйти с тех территорий, которые она оккупировала, захватила, начиная с 2014 года. То есть из Крыма, из той части Донбасса, которая на протяжении 7 лет называлась так называемыми некими народными республиками. Но это территория Украины, это территория, международно признанная территория Украины. Если назвать капитуляцией уход с оккупированных территорий, ну, я не знаю, можно ли это называть капитуляцией. Это проигрыш войны, это провал той авантюры, которую еще в начале прошлого десятилетия продумывал, а затем осуществил Владимир Путин и какие-то люди из его окружения. Мы не знаем точно, какие, можем предполагать, но дело не в конкретных персоналях, дело в настроениях той верхушки, которая правит Россией. Так вот, захватив чужие территории, Россия или, точнее, Кремль, ну, можно сказать, Москва, имея в виду всю российскую номенклатуру, значит, начинают утверждать, нет, это наше. Вот если нам придется отдать награбленное, уворованное, ну, это будет наша капитуляция. Ну, можно, конечно, и так смотреть, но тогда получится, что все международное, если принять эту точку зрения, если с ней согласиться, де-факто или де-юре, но это значит, что все международное право, вообще все правовые нормы, которые определяют, которые регулируют мировую политику, они должны быть, они просто окажутся недееспособными, и тогда восторжествует то, что называется право сильного. Но парадокс весь в том, что даже осуществить это право сильного Россия сейчас уже не может. У нее просто нет для этого сил. Она спровоцировала Запад, вынудила Запад на то, чтобы, ну, я не могу сказать объявить ей войну. Она просто объявила Западу войну и вынудила Запад защищаться. Перед Западом стоят очень сложные вопросы, кстати говоря, на которые, в общем, ответа нет пока. Что делать с Россией после того, как закончится эта война, но это другой вопрос. А сейчас ясно, что награбленное нужно возвращать. Можно называть капитуляцией, можно не называть капитуляцией, но вот такова жизнь. Юрий, перед тем, как мы с вами будем уже смотреть видео, актуальные, оперативные, вы сказали такую немного странную фразу, что позиция Зеленского смягчается. Чего-то я этого не замечаю. Да, он перестал говорить о том, что вот это его знаменитый тезис, что я буду, ну, мы будем говорить с другим президентом, не с Владимиром Путиным. Но выступая на G20, выступая абсолютно везде, он говорит невероятные вещи. Ну, например, там полное, там возмещение ущерба. Но ведь возмещение ущерба, то есть как принцип переговоров. Что значит возмещение ущерба? Во-первых, ущерб надо посчитать, понимаете? То есть он ставит все новое и новое, я не хочу сейчас перетяжелять эту тему, убрав фамилию Путина, он ставит все новые и новые заборы для того, чтобы переговоров не было. Плюс, давайте обратим внимание на фразу Залужного в интервью, который сказал, что вооруженные силы, вот там вот такой был пассаж, я не знаю, как к нему относиться, что вооруженные силы не примут никакие формы переговоров, пока не будет полностью освобождена территория. Если можно, коротко прокомментируйте, потому что я вам много чего хочу показать. – Постараюсь максимально кратко ответить на действительно принципиально важные вопросы, которые вы задали. Вопросы, наверное, самые важные, которые стоят сегодня. Когда я говорил о том, что позиция Киева, ну, Зеленского или же руководства Украины, давайте будем называть руководство Украины, имея в виду не только президента, но и весь истеблишмент, правящий истеблишмент, в том числе и военное командование, замечу. Так вот, выдвинув условием уход Владимира Путина для переговоров, это был очень жесткий подход. Ну, действительно, Путин может уйти завтра, там, по болезни, может уйти через год, его могут убрать его соратники, а могут и не убрать. Ну, а так вот, значит, возникает такая перспектива. А что делать, если Путин будет продолжать сидеть в своем бункере? А сколько он может сидеть? Мы этого не знаем. Есть, конечно, какие-то замечательные люди, которые якобы имеют сведения, непосредственно из-за кремлевских стен, и делятся ими с жаждущей сенсацией публикой. Но, если говорить всерьез, никто не знает, сколько Путин протянет в своем бункере. Поэтому увязывать начало переговоров с уходом Путина, назначает откладывать их на неопределенный срок. Ну, Зеленский снял, как я понимаю. По крайней мере, он не говорит об этом, но раз не говорит, значит, в дипломатической риторике так оно считается, что это требование снято, тем более, что его нет в этих 10 пунктах, которые он изложил в своем выступлении на G20, на саммите G20 на Бали. Там этого нет. Значит, вот это требование снято, и это, как сказали бы американские коллеги, которые, возможно, возможно, я тут начинаю фантазировать, советовали Зеленскому убрать это требование по тем причинам, о которых я уже сказал. Значит, нет, раз нет, значит, переговоры могут начинаться и при Путине. Что касается позиции военного командования, которую излагал и господин генерал Залужный, и Валерий Залужный, и некоторые другие видные деятели именно силового крыла власти в Украине, я имею в виду Алексея Данилова, руководителя, ну, секретаря, я так понимаю, Совета национальной безопасности и обороны, да, это очень определенная позиция. Нет прекращения огня до того момента, пока российские войска не выйдут за границу 91-го года. Все. Да, я понял вас. Хорошо. Давайте я теперь немного побалую вас и себя, и зрителей различными видео. Ну, для вас они не новые, но, тем не менее, у нас программа основана на ленте новостей. Поэтому мы должны это посмотреть и послушать ваши комментарии. Итак, вчера, конечно, важным событием была польская история. Прилеты или, скажем так, падения. Ну, все-таки, поскольку они летели, то, скажем такую фразу, прилеты, она стала уже такой народной фразой. Вот вы видите, сейчас подъезжают туда, к месту падения этих ракет. Их было две, как выяснилось. Вот вы видите, значит, вот такая вот воронка. Погибло, к сожалению, два человека. Вот фрагменты ракеты. Говорят, что это С-300. Ну, и вот какие-то общие планы польского телевидения, всяких камер и так далее. Вот мы на это дело смотрим, где это все произошло. Значит, давайте сразу посмотрим следующее, уважаемый Юрий, видео про реакцию. Значит, вчера стали выяснять, что это, что это. Значит, что сказал Шольц, канцлер Германии. Давайте мы посмотрим вот это вот видео. Давайте посмотрим. Этот инцидент должен быть расследован. Необходимо изучить обломки ракеты, дождаться обнародования результатов. В таком серьезном вопросе не должно быть поспешных выводов. Важно понимать, что этого бы не случилось, если бы Россия не вторглась в Украину, если бы не обстреливала ее территорию огромным количеством ракет. Мы сразу смотрим следующее видео, потому что с того времени, как Шольц сделал это заявление, правильное по своей суде, не было бы войны, не было бы этих ракет. Самые разные люди сказали. Ну вот, например, что сказал Столтенберг про Польшу. Давайте посмотрим с вами. Смотрите на экран. Это не вина Украины. Россия несет всю ответственность, поскольку продолжает незаконную войну против Украины. Здесь бы я добавил более полную фразу. НАТО не видит никаких признаков того, что падение ракеты в Польше было результатом преднамеренной атаки, как и того, что Россия готовится напасть на Альянс. Сказал Столтенберг и добавил, расследование инцидента будет продолжено. И последнее, что в этой части, чтобы ее завершить и перейти к вашему комментарию, что сказал Байден по этому поводу? Пожалуйста. Есть предварительная информация, спаривающая то, что ракету выпустили из Российской Федерации. Я не хочу говорить об этом, пока мы не проведем полное расследование. Но, судя по траектории, маловероятно, что она была выпущена из России, но все станет понятно после тщательного расследования. Слова не мальчика, но мужа. И последняя информация, которая на новостных лентах, для того, чтобы зрители знали. Значит, господин Данилов, о котором вы упоминали, он справедливо требует совместного расследования. Польша заявила важную вещь. Польша заявила, я просто цитирую по памяти, что этот инцидент, он прискорбный, но он никак не портит отношения между... Если это была ракета украинская, которая сбивала летящие ракеты российские, и это упало, сейчас эта версия рассматривается, то это никак не портит отношения. Все акцентируют внимание, то есть расследование еще продолжается, но все акцентируют внимание на одном. Если бы не было российской агрессии, то этого инцидента бы не было, потому что Украина, если это была украинская ракета, Украина имеет право сбивать ракеты, которые уничтожают Украину. Вот, собственно, я рассказал кратко, что говорят разные стороны по этому поводу. Что бы вы сказали? Ну, я бы сказал следующее. И в тех заявлениях тех политических деятелей, которые мы увидели, и Шольца, и Столтенберга, и Байдена, и в вашем комментарии, который мне очень нравится, есть два момента. Первый момент. Надо дождаться конца расследования, надо дождаться результатов расследования. Это совершенно естественная позиция, потому что, ну, смотрите, что-то упало, что-то убило, взорвалось, погибли два человека. Нужно точно знать, как, ну, это очевидная, совершенно юридически точная, необходимая вещь, нужно знать, что, собственно, упало. Если это, ну, два варианта. Первая, это российская ракета, которая сбилась с курса и попала на территорию Польши, либо это ракета, выпущенная ПВО Украины, которая пыталась сбить двигающуюся российскую ракету, опять же, по каким-то причинам, мы еще не знаем по каким, сбилась с курса и упала на территорию Польши. Вот нужно знать, чья это ракета. Ответ на это могут дать специалисты. И Киев совершенно правильно ставит вопрос, что нужно добиваться того, нужно добиваться того, чтобы специалисты из Украины участвовали в этом расследовании. Это абсолютно законное требование, которое, как я надеюсь, будет учтено либо польским правительством, либо некими коллективными организациями, которые возьмут на себя это расследование. Ну, прежде всего, Североатлантическим альянсом. Второй момент. Вина лежит не на Украине, даже если эта ракета принадлежит, была выпущена противовоздушной обороной именно этой страны. Вина лежит на той стране, которая, а, развязала агрессию, начала агрессию против Украины, продолжает эту агрессию, и, б, в частности, обстреливает гражданскую инфраструктуру и жилые кварталы жертвы агрессии, замечу, своими ракетами для того, чтобы нанести максимальный ущерб мирному гражданскому населению этой страны. Потому как уничтожение, ну, того, что уже сейчас об этом говорят все, стало уже неким таким мемом гражданской инфраструктуры, энергетической инфраструктуры, с тем, чтобы заставить Украину замерзнуть или жить без электрического света. Так вот, вина лежит на этой стороне. А эта сторона, известная, это Россия. Ну, вот, собственно, и все. Тут дальше говорить не о чем. Дальше должны говорить эксперты. Эксперты, которые легко, кстати говоря, очень легко могут прийти к выводу, что там, что упало с неба в польском селе, не помню, как оно называется. Со сложным названием. Хорошо. Сейчас, Юрий, я хочу показать вам таблицу небольшую. Дело в том, что зрители наши знают, что если вот все вот это вот то, что летит на Украину, оно как-то немножко стоит денег. Вот эти вот все. И не три копейки. Так вот, давайте посмотрим на общую стоимость выпущенных ракет по ракет РФ по Украине вчера. Значит, 900 миллионов долларов. Почти миллиард. Вот вы видите Х-101. Я уже научился не называть Х. Х-101 и Х-555. На ваш взгляд, это соответствует действительности? Что касается конкретных цифр, тут сказать очень трудно, потому что мы не знаем, никто толком не объяснил из российских экономистов или сотрудников военно-промышленных предприятий, сколько стоит в рублях. Потому что Россия платит в рублях ракета Х-101 или Х, будем называть Х-555. Но то, что те оценки, которые дают эксперты, ну, скажем так, независимые или более или менее независимые, которые знают, о чем они говорят, да, наверное, именно эта сумма, ну, давайте разделим на 100, 900 миллионов разделить на 100, будет 9 миллионов долларов. 100 ракет было выпущено, да, в общей сложности. Ну, да, ракета, такая ракета, крылатая ракета такого класса, я думаю, в Соединенных Штатах стоит даже дороже, чем 9 миллионов долларов. Ну, там можно пересчитывать по-разному, это довольно сложная история. Экономисты до сих пор спорят, как переводить рубли, затраченные российским военно-промышленным комплексом, в доллары. Бог с ними. Но это вполне, да, вполне реалистичная оценка. 900 миллиард долларов вчера российских налогоплательщиков, если их это интересует, был потрачен на то, чтобы нанести очередной удар по Украине. Давайте посмотрим еще одну фотографию. Вы, наверное, знаете, ну, все украинцы знают, да и не только украинцы, по всему русскоязычному миру знает такого замечательного путешественника Дмитрия Комарова. Он делал, у него был YouTube-канал потрясающий, он там, значит, ездил по разным странам и так далее. Сейчас, насколько я понимаю, он в вооруженных силах, и он выкладывает, военный корреспондент, он выкладывает совсем другие фотографии с совсем другим содержанием. И вот он сделал фотографию, фото из жилого дома в Харьковской области, куда прилетела русская ракета. Я так понимаю, что, к счастью, эта ракета не разорвалась, потому что там бы уже не было ничего. Вот такая вот фотография. И у меня к вам вопрос. Как вы трактуете, почему был вчерашний налет? Почему вот эти 100 ракет, кроме того, там достаточное количество беспилотников, там еще какие-то 10 дронов, шахет и как боевой беспилотник? В общем, короче, вся вот эта куча оружия. Почему вчера? Что Путин или его окружение показывают этим? Я думаю, что выбор даты нанесения удара, сам по себе удар мог быть чуть сильнее, чуть слабее. Он вписывается в общую стратегию России, направленную на так называемое вымораживание Украины. Но выбор даты, он связан с тремя обстоятельствами, на мой взгляд. Первое обстоятельство – это поражение чудовищное по своей унизительности для России, для Путина в том числе, может быть, в первую очередь для Путина, на поражение в Херсоне, когда российская армия вынуждена покинуть правый берег. Второй момент – это удар был, видимо, приурочен к саммиту на Бали, саммиту G20. И третий момент – это был своего рода ответ на выступление Зеленского на этом саммите, которое, как я понимаю, очень не понравилось в Москве. Потому что условия, которые выдвинул Владимир Зеленский, они в общем разумны. Ведь давайте посмотрим эти 10 пунктов. Очень трудно спорить с каждым из них. Ну, ключевые-то моменты, они понятны. Это уход из оккупированных территорий. И вот я, честно говоря, это 5. А там было 10. Ну, это 5 самых главных, на которые задерживание глаз. Но, вот второе, шестое – выведение российских войск, возвращение, вот я не совсем понимаю, возвращение справедливости. Вот, знаете, есть, вот вы говорите, что, ну, как бы, пункты, которые можно… Вот я просил бы режиссеров показать, вот еще начиная с 6-го пункта. Обратите внимание. Покажите, пожалуйста. Вот смотрите. Возвращение справедливости. Я не понимаю, что это такое. Недопущение эскалации. Я не понимаю, что это такое. И противодействие к ациду, уничтожение животного мира. Мне просто кажется, я доволен этим, но мне кажется, что Зеленский просто, ну, он издевается над Путиным. Он придумывает, может быть, он не называет уже его фамилию, но он придумывает все новые и новые расплывчатые пункты, которые невозможно зафиксировать. Понимаете? Что такое возвращение справедливости? Лавров считает, что справедливость возвращена, а Зеленский считает, что не возвращена. Видите, сам термин справедливость, он настолько неопределенен, и у каждого человека есть свое понимание справедливости. Знаете, мы говорим, например, есть правовой подход, а есть подход, основанный на справедливости. Вот для западного менталитета, для евро, я бы сказал так, иудео-христианского менталитета, справедливость почти наверняка, почти полностью совпадает с правовой, с правовой трактовкой, с правовым основанием. Справедливо тот, что зафиксится, соответствует праву. Для России, в российском менталитете, достаточно таком своеобразном, я бы сказал, есть термин «правда и справедливость». Вот что такое правда? Вот в России, там, значит, многие российские идеологи и философы говорили, вот мы живем по правде, но нужно жить по правде. Я бы сказал, что справедливость в данном случае похожа на правду. Справедливое наказание. А кто определяет, что такое справедливое? Так вот, в том-то и дело. Вот почему, абсолютно уважая вашу точку зрения, я просто, ну, мне как-то кажется, что Зеленский специально и намеренно выстраивает у меня, и вот я не знаю, у меня зависла картинка вот этих пунктов, и я, Юрий, а, вот, увидел вас. Вот, хорошо. Да. Ну, давайте так, так сказать, у нас две минуты осталось времени. Мне просто кажется, что это не для обсуждения, просто я говорю свою точку зрения, как ведущий. Мне кажется, что Зеленский делает все, чтобы переговоров не было. То есть, пункты нормальные, Запад понимает, он говорит, да, я за переговоры, но, вот, значит, восстановление справедливости, экология, ну, давайте еще там, чтобы белочки не страдали, что-то вот такое, ну, и так далее. У меня к вам последний вопрос. Вот этот институт, как-то он называется американский ИСН, или что-то вот такое, вы меня поправите, который анализирует военное состояние Российской Федерации, они говорят, что вот подобные вот эти роскошества, вот эти вот ракеты, да, которые Россия выпускает, что, ну, это один из таких последних пиршеств, вот таких вот, что ракеты эти подходят к концу. Ну, есть другие, я понимаю, но как бы вы оценили это, если можно коротко, у нас минута. Очень коротко, справедливость, как я ее понимаю, в данном случае, это наказание всех военных преступников, начиная от самого Владимира Путина, ибо он дал команду на развязывание агрессивной войны, по российскому законодательству, замечу, за это полагается длительный срок тюремного заключения, плюс, плюс компенсации, плюс репарации, которые необходимы для восстановления того, что было разрушено в Украине. Это, значит, по первому вопросу. Второе, сколько ракет осталось? Ну, ракет, это же не бесконечное количество. Вот генерал Буданов, начальник главного управления разведки Украины, военной разведки, он месяц назад говорил о том, что «Искандеров» осталось там порядка 14% от начального количества калибров, это морские ракеты, там чуть больше, я сейчас не помню цифры, но все равно это где-то от 20 до 30%, а вот этих воздушных ракет, которые мы научились с вами правильно называть, «Ха», а не «Экс», осталось довольно много, осталось где-то около 40%, ну вот поэтому и долбят этими крылатыми ракетами, пока они есть, но скоро кончится, все равно ничто не безграничное, не бесконечное, и запас ракет в России тоже кончится. Спасибо вам большое, я, Юрий, крайне благодарен вам, что вы приобрели гарнитуру, потому что в подобных беседах, не, ну как, извините, у меня есть 150 тысяч гостей, которые не обращают на это внимание, которые все время выходят в эфир и выходят без гарнитуры, и нам приходится и зрителям разбирать, чего они там такое сказали, понимаете, у вас профессиональный звук, и это очень важно, вы эксперт, вы серьезно относитесь к этой истории. Военный эксперт Юрий Федорович. Я стараюсь, я стараюсь. Спасибо вам большое, благодарю вас.